В Новоуральске уже не первый год подряд проходит городской конкурс «Золотая звезда». Его участницы – представительницы прекрасной половины человечества в погонах. В этом году за первое место будут состязаться 8 девушек из МВД, МЧС, Росгвардии, Федеральной налоговой службы и Атом охраны. Самый красочный и волнительный этап конкурса еще впереди, а пока проходят другие состязания. Этап называется «В яблочко». Мы находимся в спортивном клубе «Булат». Девушки сдают различные нормативы по прыжкам в длину, по бегу, по прыжкам на скакалке. Это также традиционным является этапом. Традиционно спортивный клуб «Булат» открывает для нас свои двери в период конкурса. Всем нравится, атмосфера прекрасная, все веселятся, расслаблены, при этом не забывают про то, что результат все-таки им нужен. Была стрельба в тире, все отстрелялись, да. Тоже традиционная часть этапа «В яблочко» – стрельба. Я по поводу девочек, которые участвуют в конкурсе «Золотая звезда» могу сказать только хорошее, потому что девочки стабильно тренируются, приходят, готовятся, заряжены на победу, стабильно из года в год показывают высокие результаты, поэтому девочки просто молодцы. Конкурс «Золотая звезда» для горожан – это всегда большой праздник. Многие с нетерпением ждут, когда же можно будет поболеть за участниц. А участницы активно готовятся. Для многих из них это совершенно несвойственная деятельность, но конкурс помогает перешагнуть через собственные страхи, стать лучшей и представить себя на сцене такой, какой никогда бы не предстала в рабочей обстановке. Я пришла участвовать в конкурсе, чтобы, наверное, показать себя, саморазвиваться, чтобы научиться чему-то новому. Изначально предложили просто поучаствовать, а так это какой-то азарт, спортивное соревнование, то есть выйти из зоны комфорта. Соответственно, удача и вера в себя, в свои силы. Все этапы и, конечно, финал конкурса организованного местной общественной организацией «Офицеры Новоуральска» проводятся при поддержке партнеров, в числе которых Уральский электрохимический комбинат и ряд других организаций, каждая из которых подготовила отличные подарки для девушек-участниц. Трудное было решение, конечно, принять участие. Но все-таки решили поддержать девочек. Очень такое интересное мероприятие для города. На самом деле, ну, надо, чтобы побольше проходило таких мероприятий. Ну, и решили, что надо это сделать, надо принять участие, поддержать девочек, чтобы у них был какой-то дополнительный стимул. Мы пришли в первую очередь поддержать девчонок. Участие в конкурсе – это всегда очень тяжело, ответственно. Сама была в таком конкурсе. Девчонки все молодцы, мы желаем всем удачи. На момент выхода сюжета в эфир стало известно, что в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой итоговый этап конкурса – яркое масштабное мероприятие в Театре музыки, драмы и комедии – переносится на 8 марта. У участниц тем самым есть еще немного времени, чтобы подготовиться. Ну, а мы ждем и болеем за них. Виктор Малышев, Антон Пылаев, Новоуральская обещательная компания.